Самые первые, прием. Посмотрим на шарики. Султан, да? Султан. Царь во дворца. Выпусков про Каппадокию мы с вами разыграем интересные призы. Давайте, пора уже, пора набирать обороты. Джин, вылезай. Так, принесли, значит, тези кебаб. Сейчас будет проходить его вскрытие. Итак, всем привет, любители путешествий. Мы продолжаем с вами лазить по достопримечательностям Каппадокии. А сегодня будет много интересного. Побываем в подземном городе. Взяли мы сегодня машину. На машине мы поколесим. Чуть попозже расскажу, сколько стоит ее взять. Вообще, что за машинка у нас вышла. А сейчас пока полюбуйтесь. Такими невероятными видами. Смотрите, как ветер вымывает вообще эту местность. Вчера мы с вами гуляли по Дарине Любви. Там совсем по-другому выглядят эти башенки. Здесь как будто все сделано из базальта. И лишь вот здесь сужается немножко. В общем, вид немножко другой. Поэтому, если вы хотите посмотреть вообще первый день Каппадокии. Кстати, он был очень крутой. Он был пеший. А этот у нас день будет на машине. Сегодня мы побольше посмотрим. Подальше от Гереми отъедем. Существенно съездим в Каймаклы. Подземный город. Там будет тоже, я думаю, очень круто. Классно, насыщенно. Я тоже очень жду этот городок. Но мы помимо этой долины еще. Еще на тачке сегодня проколесим. Но виды, конечно, всем, кто видел первую серию. Это уже, наверное, не вызывает такого вау. Но, поверьте, даже второй день блуждания по Каппадокии все равно внушает, внушает, внушает. Виды грандиозные. Пейзажи меняются. Смотрите, причем там вот дальше, ну, по сути, равнина такая с холмиками. И потом, бац, наступает местность, где, собственно, торчат вот эти всякие штуки. Ну, круто. Очень мощно. Ну, виды, конечно, грандиозные. Давайте сейчас мы пока переместимся на несколько минуток. На полчасика назад был завтрак офигенный. Брали мы машину. Посмотрите этот небольшой сюжетик. И вернемся сюда. Друзья, а в течение двух выпусков про Каппадокию мы с вами разыграем интересные призы. А за призы будут бороться наиболее активные подписчики с самыми интересными комментариями по сумме выпусков. Количество комментариев не ограничено. Поэтому проявляйте максимальную активность и боритесь за призы. Призы. Это первое место. На подушку наволочка такая. Смотрите, какая она цветастая, классная, с шариками. За второе место сумочка. Здесь сумочка прям пляжная. Можно будет на пляж ходить. В Скаппадокии блокнот. Еще будут почтительные призы. Будут закладочки для книжек, магнитики. В общем, участвуйте. Поэтому с вас обязательно комментарий. Не забывайте про лайки. А мы смотрим с вами выпуск дальше. Ну что, друзья. Пришли посмотреть, собственно, на летающие шары. А шаров сегодня нет. И это к чему? К тому, что все-таки лучше прилетать на... Ну, приезжай... Прилетать. Приезжать лучше на несколько дней. Чтобы была возможность все-таки... Ну, в случае вот такой отмены. Завтра хотя бы я надеюсь, что будут летать шары. Мы с вами их увидим. Но в последнее время, говорят, частенько их отменяют. Видите, ветреная такая погода. Люди плачут даже. Вон там девчонки плачут. Из-за того, что шариков не увидела. Представляете? Мне тоже есть шоколад. Я тоже есть шоколад. Я тоже люблю эти шоколад. Представляете? Это какая засада. Ну, это давайте вам в рассветных лучах практически покажу. Как долина у нас здесь выглядит. Вот встали мы в 4 утра. Это в 4.30 вышли. Но здесь идти нам там 10 минут было. Я как бы рассчитывал самые первые. Придем. Посмотрим на шарики. А все, нет. Они, в общем, летают где-то с 5 часов. С 5 утра до 6. Продолжение следует. Собачка тут прямо на окраине позирует. Да, Бобик? Ты хороший, Бобик? Это я уже не знаю. Сейчас как в Таиланде опять получится. Да, песик. Такие собачки здесь все хорошие. Ух ты, ничего себе. Иду такой, говорю, какие здесь собачки хорошие. Смотрите, каким видом встречает рассвет собачка. Собачка. Издеваешь. Издеваешь, Бобик. Издеваешь. Какая ты собакенция. Классно в Каппадокии, да? Какие виды у вас тут. ладно мы поедем тогда изучать долины дальше что делать без шариков будем смотреть другие интересные вещи но тут полно как бы и в города съездим и учисар это туда куда-то сгоняем и туда сгоняем и туда сгоняем короче тачку сейчас нужно брать и будем изучать хотя друзья чтобы еще экономить на путешествиях я рекомендую вам сервис cash for brands его помощью можно возвращать деньги за бронирование отелей за бронирование авиабилетов и так далее в общем сервис позволяет экономить на том на чем мы как бы даже и не думали ключевая особенность cash for brands в том что вы можете вывести с кошелька любую сумму хоть один рубль на сайте представлено множество популярных онлайн магазинов таких как aliexpress nvidia связной и летуаль спортмастер и так далее в общем там куча магазинов а главное на сайте представлено большое число популярных сервисов для путешествий есть и booking есть авиасейл с островок и многие другие короче то что нам нужно ребята кэшбэк варьируется от нескольких процентов до 38 в общем это супер мега cash for brands занимает первые места по оценкам отзывы ков например и рекоменды и отзовик точка ру также занимает первое место по отзывам на google play и appstore так что переходите по ссылочке ссылочка в описании на кэшфа брендс сервис классный я им сам пользуюсь это не берем машинку можете по ценам посмотреть ай-20 стоит примерно ну 41 доллар она уже занята мы возьмем тогда фиат вот этот он новенький прикольный окно тем временем мы наконец присели позавтракать с таким видом в гореме здесь такое меню смотрите прям клёво аутентично сделано все давайте посмотрим что нам подают на завтраки в турецких ресторациях смотрите перец это чё на завтрак реально все breakfast вот breakfast целый комплекс стоит 30 лир это 330 рублей где-то так я наверное короче вместо вот этого комплекса завтрака возьму все-таки тесте кебаб это интереснее попробовать чем ну смотрите банальные какие-то сосиски картошка фри оливки стоит 300 то есть 30 лир стоит а 45 лир стоит вот такая штука крутая сейчас я думаю ее и затещу так принесли значит тесте кебаб сейчас будет проходить его вскрытие мы увидели процесс в общем необычный главное чтобы осколки никуда не попали я думаю так ну смотрите какая кипящая здесь субстанция а горячий прямо из печи ну вот это что называется точно с пылу и с жару из печи огонь так ребят ну все начинаем дегустацию меня шлюнки текут пахнет прям офигенно не скажешь что это курица прям такая сочная мощная бомбическая здесь наверно на хлебушек макать в эту всю жидкость и погнали бомба круга пусть вкусно рекомендую тем более стоит недорого я думал что но это такое традиционное блюдо будут убрать какие-то бешеные деньги данный вид нужен здесь печь горшок горшок засунуть мясо танцует чтобы это протушилась стоит всего 400 не стоит 45 лир это где-то 500 рублей ну не сказать что дешевое блюдо но но того стоит такого тоже опять же нигде не попробуйте мы с вами каппадокии топ всего перепробовали мы увидели чего не увидишь нигде в мире очень насыщенный город потрясающая атмосфера непередаваемая рекомендую реально всем сюда приезжает прям 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 огонь я не знаю каждый включение камеры на она говорю что бомба супер круто но это по факту так и есть итак а я говорил что мы все-таки взяли машину до сегодня и вот такой у нас на тест-драйве fiat название его даже сложно запомнить но выглядит клёво сейчас сзади его поляду покажу хоть и чем-то можно похоже на mazda шестерка-тройка что ли ну вот фарами радиатор прикольно сделано решетка радиатора необычная стильная этих много таких ездит по ходу собирают их в чехии блин в чехии ну вы поняли в турции ну такая стильная машинка стоит в сутки 41 доллар и не 45 грудь 41 стоило и 20 хендай а это стоило 45 ну смотрите как она выглядит называется а еге а а еге а внутри прям понтовая смотрите опять же вот это новомодные планшеты встроенные в торпеду мне это не нравится на самом деле на салон прикольный по посадке клево кондишник все работает дело и на заднем фоне у нас паша баги ой скрымелляя турков Крым не живет! Спасибо! Спасибо! Одну пробовать! Только пробовать, извините! Только немного, немного, немного! Спасибо! Спасибо! В общем, да, веселуха здесь прикольная, он развлекает, причем итальянцы! Итальянцы! Зашли, тут сегодня... Султан, да? Султан, да? Царего дворца, царего дворца! Как вам? Вид на 100? Вид на 100? Ну, кстати, мы после Каппадокии переместимся с вами скоро в Аланию, и будут у нас продолжения пляжных выпусков. А пока давайте наслаждаемся этими грибочками. Здесь, кстати, эти башни больше всего и похожи на грибы. В отличии от Долины Любви, где... Ну, конечно, на Паганке тоже смахивает, но вот здесь реально прям грибница, и мы не можем подумать, что это какие-то фалосы. А там, ну, трактовка однозначно. Мне уже в Инстаграме писали, да какие же это грибочки, какие-то грибочки. Не забывайте подписываться на Инстаграм, кстати. Там всегда выходят в первую очередь и сторис, и фотографии. Видео я монтирую, разумеется, по возвращению из отпуска. Поэтому следите обязательно за каналом на Инстаграме. Так, здесь у нас собачка лежит. Смотрите, сколько здесь людей прям основная масса. Ну, видимо, потому что жарко. Все пришли в тенечки, видите, в тенечке стоят. А внутри, я полагаю, вообще прохлада. Пойдемте с вами заглянем внутрь этих домиков. Ну, слушайте, ну клево выглядит, многоэтажный, многоярусный. Ну, видно, что трескается, смотрите. Скоро наверняка это все дело обвалится. Как я и говорил, вообще, вот эти все грибы скоро должны разрушиться. Но, по моим подсчетам, должны появиться новые. Скоро новые грибы вырастут. Но все, что вот это есть, это разрушится, вероятнее всего. И уже будет без пещеры. Вон свадьба, смотрите, как проходит. А мы что, пошли внутрь попробуем? Здесь, конечно, ножки какие-то прям не под мои. Очень маленькие, детские. Так, что это у нас? А, это одна какая-то комната. Слушайте, ну реально похоже на наш номер. Да, у нас в номере практически точно так же все и сделано. И здесь, конечно же, в номере нет никаких ни телевизоров, ни холодильников, ни кондиционеров. Ничего такого, что как бы мы привыкли видеть в обычных отелях. Но это здесь и не нужно. Так, идем в следующее крыло. Что у нас здесь? Опа! Здесь, конечно, народу побольше. Смотрите, какие здесь виды, а? То есть море, конечно, не видно. Но... Ну красотец! Вооо, смотрите, какой гриб вообще. Вот реально не мухомора, а какая-то поганка такая есть сжатая, скукоженная. Вот прям на нее очень похоже. Слушайте, прямо мы в этих грибах находимся, получается. Сейчас я все, полезу на самый верх. Нужно лезть на самый верх и смотреть, что там. Главное, не навернуться. И вообще, мое тело предназначено для пролезания вот в этот диаметр. Я что-то сомневаюсь, могу застрять. Hi, hi! How you get here? Where is entrance? Here? You here? Up here? Оу, you crazy! Прикиньте, здесь залезал. Так, ну придется и мне лезть. Так, ну чё, это просто... Просто дичь какая-то. Я скалолаз... А слизать, блин, как? Тут стоит хоть вообще подниматься-то? Как слизать-то? Так, ну всё, мы наверху. Вот как процесс выглядит. Вскарабкивание в эти просторы. Здесь тоже, смотрите, опять же, куча всяких дырочек. Углублений, полочек. Непонятно, для чего они сделаны. Может быть, в них разводили костры какие-нибудь мини. Может, здесь стоял телек, плазма какая-нибудь. Вот прям, прям, не знаю, под 22 дюйма как раз подойдет. Сюда же такая плазма. Такие у нас с вами виды, конечно. Слушайте, ну это уникальные, уникальные места, где мы с вами лазим. Просто бомба, фантастика. Сам не веришь, что здесь находишься. Потом я буду монтировать, я, наверное, буду сам офигевать, какие крутые места я был. Пойдемте дальше. Еще, еще, смотрите, еще можно залезать. Опять же, видите, удобно, очень сделано ступеньки все. Это как будто толчок. Может, это все-таки там внизу туалет был какой-то, сюда ходили. Непонятно. Так, ну опять же, здесь полочки, полочки, углубления. Ну это финиш, это все последнее. Откуда балкон, наверное, здесь семья сидела, отдыхала, обалдела. Ну, супер. Музыка. 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 Вот христиане, видно, что здесь выдолблен крест. Чуть позже мы с вами в музей заедем под открытым небом, там будет вообще иконы. То есть, на самом деле, находясь в этом районе, мы находимся с вами не в мусульманском каком-то месте. Это я повторяю уже, это больше не Турция, а больше, не знаю, там, Византия, Древний Рим, Греция, Хеты. В общем, здесь турки были только после 13 века, а до этого это все территории других цивилизаций, других империй. В общем, здесь история, мама не горюй. Все, с Пашабаги мы уезжаем, Пачабаги, очень красиво тут, слушай, вообще обязательно здесь надо побывать. Могу сказать, что сначала мне показалось, что это хуже, чем Долина Любви, но по факту, конечно, надо побывать и там, и здесь. Здесь именно плюс в том, что можно зайти в эти грибочки. То есть, походить, залезть аж на второй этаж, это вообще тоже такое испытание. Очень круто. А сейчас мы садимся в машинку и поедем в следующее место. Кстати, вот это мне больше всего радует. Смотрите, видите, прям камень стоит на тоненькой-тоненькой ножке. Скоро ему йог, действительно, конец. Я думаю, обвалится. Вон тоже на тоненьких ножках стоят. Но вот это вообще капец. Прикиньте, он вот обвалится и на кого-то упадет. Да, кстати, меня радует, что вот эти все достопримечательности, что вчера мы лазили, что здесь мы лазим. Я думал, что здесь какая-то вот касса есть. Нет, все бесплатно. Проходишь, ходишь, гуляешь. Никто билеты не просит. Сейчас мы вот поедем чуть дальше. Там будет, да, музей. Туда нужно будет платить за вход. А вот здесь основные долины, они все бесплатные. Вот хотелось бы, казалось бы, турникет вроде должен здесь быть. А нет. Кстати, еще вот такой момент по поводу турков. Смотрите, я могу снимать, да, никто ничего не противится, никто ничего не запрещает снимать. Людей я мимо хожу, снимаю нормально. Вспомните, что было в Чехии? Вот это была дичь. Чего ты начнешь снимать, а ты спросил, что можно снимать? А ты почему снимаешь? Убери камеру. Вот это начинается. Но я просто сейчас на контрасте вспомнил, что было в Чехии. И вот какой контраст. Турция. Вот не знаю. Вот это трое. Почему-то получается, самая фиговая Турция, это Кемер. От нее у меня были негативные впечатления. И мне почему-то вот так в голове сложилось, что ну фигово, да. И у многих на самом деле складывается впечатление о Турции по этим популярным курортам, где все турки на русском говорят, где походу не турки, а другие народы, наверное, в целом. Ну, здесь все приятно, никто не дергает, никто не пристает, никто не зовет. Все очень мило, дружелюбно, добрые люди. Смотрите, вот какие здесь сувениры, походу раскопки вообще, наверное. Что это здесь? Ну, типа имитация, наверное, под раскопки, что здесь раньше было. Всякие чугунные вещи. Смотрите, это подносы. Это, не знаю, щит или не щит, а меч, да, щит, меч, кирка какая-то деревянная. Алмазы, ручки. Это все вот походу византийского периода какие-то. Ну, наверное, имитации все-таки. Хотя вот эти штуки ржавые. А ведь ржавые, ржавые, даже не знаю. Лампа Аладдина, лампа Аладдина. Смотрите, давайте потрем. Я пожелаю, чтобы на канале был как минимум миллион подписчиков. Давайте, пора уже, пора набирать обороты. Джин, вылезай. Так, сейчас будет здесь, появится Джин. Немножко магии. Джин, загадываю, первое желание, чтобы на канале был миллион подписчиков. Все, надеюсь, это желание испортится. Исполнится, конечно же, исполнится. Но как минимум будет серебряная кнопка. Друзья, спасибо за просмотр. И не забывайте оставлять комментарии под видео, а также ставить лайки. Это действительно важно для развития канала. А если вы еще не подписаны, не забывайте это сделать. Ведь на канале вы сможете найти множество полезных и увлекательных видео по большому числу интересных стран. Переходите по ссылкам в описании и подписывайтесь. До следующего выпуска.